Дорогие коллеги, сначала я была поражена тем, какую мне поставили тему лекции, а второе было поражение, сколько мне выделили минут. Более того, в лекции звучит ещё не только проблема женской фертильности, но и проблема мужской фертильности. Но у меня, конечно, не хватит времени на коррекцию менопаузальных симптомов, о которых мы тоже достаточно часто говорим, и мы на конгрессе говорили о коррекции менопаузальных симптомов у женщины, в частности, заболевшей раком молочной железы. Но по проблеме фертильности мы пробежимся за эти 30 минут, потому что это действительно проблема, которая на сегодняшний день в руках врача-онколога. Но какие вопросы возникают? Приведёт ли заболевание то, с которым обратился пациент, или лечение его к потере фертильности? Какие методы на сегодняшний день сохранения фертильности возможно использовать? И именно перед началом лечения, и на этом я тоже остановлюсь. Возможно ли рассмотреть методы органосохраняющего лечения этим пациентам и тогда дать им возможность вступить в естественную беременность? Через какое время рекомендовать реализацию репродуктивной функции? Кто это скажет? Никто не скажет, кроме онколога. Вот никто не скажет. Гинеколог скажет, идите к своему онкологу. Семейный врач тем более не скажет. Поэтому никто, кроме онколога, получается, не ответит на те вопросы, которые задаёт пациентка. После завершения лечения необходимо оценить возможность и безопасность реализации репродуктивной функции, потому что пациентка приходит и спрашивает, ну хорошо, вы мне разрешили беременность, а вы мне говорите о том, что эта беременность не приведёт к прогрессированию опухолевого процесса. Или это тоже неочевидно и неизвестно. И возрастёт ли риск рецидива опухоли на фоне или после беременности у данной онкологической пациентки. И вот этот слайд, он, в общем-то, честно говоря, стал ключевым, потому что изменился подход. И раньше, когда мы говорили о молодых пациентках, мы говорили о пациентках до 37 лет. Оказывается, на сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, молодой возраст считается до 44 лет. А когда женщина спрашивает, о какой репродуктивный возраст у врача, то врач должен говорить, что репродуктивный возраст до 49 лет практически во всех странах, а в странах с низкой рождаемостью до 44 лет. Таким образом, диагнозы с риском потери фертильности известны. Это рак молочной железы, лимфопролиферативные заболевания, подлежащие лекарственной терапии, опухоли шейки, матки, эндометрия и саркома костей мягких тканей. И на сегодняшний день такая актуализация, она, наверное, не очень значима. Но, в общем, количество пациентов репродуктивного возраста составляет 726 тысяч на сегодняшний день, если говорить о том, что это 5% всего контингента онкологических больных. 2006 год, сейчас 24, то есть практически 20 лет назад, было Американским обществом клинической онкологии, были опубликованы рекомендации по сохранению фертильности у онкологических пациентов, и описано то, что при возможности возникновения бесплодия вследствие противоопухолевой терапии у больных репродуктивного возраста, онкологу следует обсуждать все способы сохранения фертильности и при необходимости направить, естественно, к репродуктологу, если у женщины не в естественном цикле наступает беременность, а если есть признаки бесплодия. Криоконсервация эмбрионов и эякулята у мужчин является стандартными методами сохранения фертильности в онкологии. Что касается нашей страны, ну, а где написано? Всегда начинаешь задавать вопрос, а где написано, как подстраховать нашего врача? И вот старый приказ 12-го года, 107-й, о порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к применению, было указано, что при наличии в анамнезе злокачественного новообразования вопрос о возможности использования методов вспомогательных репродуктивных технологий решается на основании заключения врача-онколога. Врач-онколог не может написать схему контролируемого реальной стимуляции, но написать, что на сегодняшний день противопоказаний к методам вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе КОС или контролируемого реальной стимуляции, нет. Это бесспорно задача врача-онколога. Более того, ни один из репродуктологов не возьмет на себя ответственности, не возьмет пациентку в цикл, если мы не дадим такого заключения. Мы сейчас очень со многими коллегами созваниваемся, когда возникают те или иные вопросы, есть ли риски и так далее. И вот клинические рекомендации, женское бесплодие, год окончания, правда, прошлого года, но они ещё не обновлены. И там всё написано. Как используются методы вспомогательных репродуктивных технологий, как проводится контролируемая вареальная стимуляция. На сегодняшний день контролируемая вареальная стимуляция начинается с любого дня менструального цикла. То есть не надо ждать, как прошлые годы, середину цикла и терять практически больше месяца. На сегодняшний день в течение 10-12 дней это можно всё осуществить. Ну и на момент постановки диагноза опять на основании наших же клинических рекомендаций именно онколог должен обсудить с пациентом влияние злокачественного образования и методов его лечения на репродуктивную функцию. Таким образом, мы должны понимать, что это пациентка, которой можно провести вспомогательные репродуктивные технологии. Мы должны знать диагноз, степень распространения опухолевого процесса, какой тот или иной метод лечения мы ей будем предлагать, прогноз, потому что нам не только надо сохранить, но и надо осуществить реализацию репродуктивной функции, потому что если у женщины четвёртая стадия рака желудка, то брать яйцеклетки или ткань яичника совершенно невозможно, эта пациентка погибнет. Прогноз перспективности получения генетического материала, исходя из возраста пациентки, состояния авариального резерва, определение способа получения и консервации генетического материала, оценка физического состояния и проведение протокола авариальной стимуляции. Таким образом, для женщин существуют три основных метода сохранения фертильности. Это криоконсервация ацитов, то есть это яйцеклетка, криоконсервация оплодотворённого ацита, то есть это уже эмбриончик, дальше криоконсервация ткани яичника, которая сегодня уже не является экспериментальным методом. Ну и криоконсервации, конечно же, все проводятся в клиниках вспомогательных репродуктивных технологий. Вот они, рекомендуемые протоколы ВРТ для онкологических пациентов. И, в общем-то, на сегодняшний день всё это в доступности, и мы можем использовать биологический материал как в последующем для реализации женщины самостоятельной репродуктивной функции, либо использование его для суррогатного материнства. Как донорский материал, материал от онкологических пациентов не используется, это однозначно. Но вы видите, по американским данным, только одна треть онкологических больных обсуждает вообще с врачом о возможности иметь собственных детей в будущем. Ну и, как правило, мы слышим, а мы слышим, потому что наши пациенты всё это передают, зачем вам это надо, это опасно, наша контролируемая в реальной стимуляции. Необходимо срочно начинать лечение. Что такое срочно, мы тоже с вами знаем, месяц, два, три ждём. Кто будет воспитывать ваших детей? Для того, чтобы эти вопросы не задавать, именно врач-онколог может оценить необходимость и возможность в последующем реализации репродуктивной функции. Поэтому молодой возраст раз, возможность эффективного лечения два, показатели пяти, десяти, двадцатилетней выживаемости ставят вопрос о полноценном качестве жизни онкологических больных, в том числе о сохранении фертильности и реализации репродуктивной функции. В своё время, когда начиналась программа сохранения фертильности у онкологических больных, в общем-то, это было очень сложно. Это было сложно, потому что на амбулаторном этапе никто не хотел этим заниматься. Ну а когда пациенты, уже начав лечение, видели информацию о том, что можно было сделать до начала лечения, конечно, кроме негативной реакции ничего не получалось. Поэтому принятие решения о сохранении способности иметь генетически собственных детей в будущем – это сложный достаточно момент, но он должен быть решён до предстоящей противоопухолевой терапии. Три основных метода, которыми мы используем для лечения онкологического заболевания, это хирургический, лучевой и цитостатический, и мы быстренько пробежимся, что же делать. И вот для женщин, если им предстоит хирургическое лечение и объём планируемого хирургического лечения, включающий авариэктомию, всё-таки это является показанием к криоконсервации ацитов, эмбрионов или тканей яичника. Дальше вот несколько клинических случаев, которые демонстрируют то, что вот пациентке 28 лет был поставлен диагноз новообразования яичника на фоне обследования по поводу бесплодия. Лапароскопическая резекция правого яичника была проведена в гинекологическом стационаре. При отсутствии и при поступлении в онкологический стационар, конечно, мы пишем подозрение на рак яичника. И после нерадикального хирургического лечения в другом лечебном учреждении гистологическое заключение очаги высоко дифференцированной пограничной сервозной аденокарциномы в грубососочковой цистоденоме. И проводится этой женщине повторное хирургическое вмешательство. Хирургическое стадирование, лапароскопия, разъединение спаек, аднексоктомия слева, резекция правого яичника, аминтоктомия и цитологическое исследование выпада в брюшной полости. Но ни по каким данным никаких признаков злокачественности выявлено не было. Пациентка в последующем наблюдалась, наблюдалась в течение 6 лет и приняла решение о том, что она готова для реализации репродуктивной функции. Пациентке были назначены комбинированные оральные контрацептивы, потому что она первые 5 лет не планировала беременность. И сразу после отмены гормональных контрацептивов тоже беременность не наступала в течение года. В связи с ремиссией 6 лет, с уровнем ФСГ 18,2 и уровнем АМГ 0,4, пациентке была выполнена попытка ЭКО в модифицированном естественном цикле. И в первом же протоколе наступила беременность, которая протекала абсолютно физиологически и закончилась рождением доношенного ребенка. Дальше у мужчин, если стоит вопрос о хирургическом этапе лечения с последующей вероятностью потери фертильности, то это является показанием для криоконсервации тканей яичка, эйкулята или сперматозоидов. Лучевая терапия приводит к необратимым изменениям и неспецифические разрушения всех делящихся клеток в области облучения или рядом с зоной облучения, гибель фолликулов, ацитов, сосудистые повреждения сосудов нет, истощение строма яичника и повреждения матки. Поэтому 4,6 Грея у взрослых уже приводит к необратимому снижению овариальной функции, разрушению 50% полупримордиальных фолликулов. Ну и, соответственно, потом это не восстанавливается. Ну вот что происходит. Вместо нормального примордиального фолликула, варианте нормы, который представлен на верхней картиночке, что происходит после 20 Грея, конечно, это совершенно необратимые вещи. Поэтому что можно сделать? Экранирование не проблема. Транспозиция яичников. Вы знаете, сейчас как-то столько мы об этом говорили, что, например, при раке шейки матки, если женщине предстоит лучевое лечение, и если женщина молодая, то яичники можно оставить, транспозировать. Но, к сожалению, сейчас таких случаев тоже до сих пор немного. Перемещение из области планированного облучения и информирование о возможности криоконсервации биологического материала. Ну вот так вот выглядит транспозиция яичников. Ну и такая пациентка вот у нас тоже есть, 80-го года рождения. Ей 36 лет было в момент постановки диагноза. 2016 год, то есть это достаточно давно. Жалобы на контактные кровянистые выделения из половых путей, плоскоклеточные рак шейки матки Т1, Б1, Н0, М0. И была выполнена симультантная операция, лапароскопия, транспозиция яичников. Резекция яичника с последующей криоконсервацией кортекса, лапаротомия и операция Вергейма Мейкса. Ну, что и было произведено, и вот этот тканей яичника, кортикальный слой был криоконсервирован, и в настоящее время пациентка находится в стадии ремиссии и планирует суррогатное материнство. Ну, и у мужчин, к сожалению, яичко является одним из самых чувствительных органов к лучевой терапии, так как содержит наибольшее количество незрелых клеточных линий. Но разрушается герминогенная эпителия от действия лучей и от рассеивания при облучении поддиафрагмальной даже зоны, и происходят стологические изменения сперматогонии, их числа и формы. Олигоспермия, далее 2-3 грея, 2-3 грея, да, то есть одна доза, достоверное снижение числа сперматит, и 4-6 грея – это уже достоверное число снижения сперматозоидов. Ну, и до 2 грея может быть временная азооспермия, а больше 2 грея – это уже необратимые изменения. Поэтому есть данные о том, что в ряде случаев у мужчин возможно восстановление сперматогенеза, и это зависит от сохранения пролиферации сперматогонии, но вы видите количество лет, если больше 4 грея была проведена доза облучения, то более 5 лет может потребоваться для того, чтобы восстановить сперматогенез. Поэтому на сегодняшний день тоже есть тастикулярное экранирование и информирование пациента о возможности криоконсервации экулята, сперматозоидов или ткани яичника, тем более, что для мужчин это не представляет никакой сложности. Цитостатическая терапия не вся, не во всех случаях, и мы помним вот эту табличку, которая делит все цитостатики на высокий, средний и низкий риск овариальной токсичности, и в зависимости от той схемы химиотерапии, которую мы тоже используем, и в зависимости от возраста пациента мы видим развитие временной аминоры. Ну, тоже самая история с примордиальным фолликулом, вот он в норме, и вот разрушение после 5 циклов, это уже, конечно, необратимое разрушение. Что касается временной подавления функций яичников, то агонисты, антагонисты гонотропин, релизин, гормоны оказывают все-таки защитное действие на фолликулоген, независимо от того, что существуют разные исследования. Через 3-8 месяцев в 3 раза чаще наблюдается восстановление менструального цикла, и в 2,5 раза чаще восстанавливается овуляторный даже цикл. Поэтому вот вы видите достаточно большое исследование, которое в ряде случаев подвергается критике, ну, мы можем критиковать всё, что угодно, но восстановление менструального цикла в 89% случаев против 33% без назначения агонистов гонотропин, релизин, гормоны, и восстановление овуляции в 70% против 25%, это, конечно, значимая вещь. Если женщина планирует реализацию репродуктивной функции и ей планируется химиотерапия, то ей нужно начать химиотерапевтическое лечение сначала с введения агонистов гонотропин, релизин гормона, и это уже было опубликовано в 2015 году. Авариальная супрессия может сочетаться с методами криоконсервации тканей, ящиков, ацитов и эмбрионов с целью увеличения вероятности сохранения фертильности. Ну, и Европейская ассоциация медицинских онкологов тоже говорит о том, что это А задача онколога, и Б, конечно, те молодые пациенты, которые имеют хороший прогноз, они должны быть информированы и направлены к репродуктологам. Ну, вы помните этот постер 2017 года по поводу женщин раком молочной железы, гормонорецептор позитивный, которые, если реализовали репродуктивную функцию, то у них снижается шанс смерти на 42%. Поэтому две задачи. Одна задача онколога – информировать о тех или иных вероятностях потери, возможности иметь собственных детей в будущем, и о современных возможностях сохранения фертильности. Ну, это может быть какими-то такими общими, конечно, фразами. И задача репродуктолога – выбор наиболее оптимального метода сохранения фертильности. Ну, и что касается влияния цитостатической терапии на потерю фертильности у мужчин, пришлось мне это всё искать и включать в лекцию. Восстановление возможно до нормы зоосперми в течение 1-3 лет, и это зависит от выживания и способности к дифференцировке пола сперматогениальных клеток. Поэтому, конечно, исследования небольшие, исследования старые, исследования на стандартных цитостатиках, и вероятность обнаружения сперматозоидов после биопсии яичка при высоких уровнях фолликулостимулирующего гормона описана. И при низкой концентрации сперматозоидов в якуляте возможно оплодотворение методом ИКСИ интрацитоплазматической инъекции сперматозоиды. И в 2012 году, в общем-то, было доказано, что при методике ИКСИ у нас частота беременности составляет 45%. При отсутствии сперматозоидов после биопсии яичка и неэффективности консервативного лечения ставится вопрос только о донорской сперме. Ну вот такие методы сохранения фертильности на сегодняшний день являются стандартом. Обязательно проводится контролируемая авариальная стимуляция. Можно проводить забор в естественном цикле, если у женщины цикл сохранен, но получить аоцит можно только один, или в лучшем случае два в естественном цикле, но один из которых будет 100% незрелый. Если проводить контролируемую авариальную стимуляцию, то мы можем полноценных аоцитов получить от 10 до 20 с лишним в течение одного цикла. Поэтому если делать, то делать хорошо, плохо само получится, и надо делать контролируемую авариальную стимуляцию для того, чтобы сохранить фертильность так, как положено, а не для галочки. Криоконсервация ткани яичника – это просто лапароскопия, не требует никакой подготовки, отрезается кортекс яичника, и тоненькие такие пласты, они подвергаются замораживанию и хранятся. Поэтому для каждого метода есть преимущества и недостатки. Для криоконсервации ткани яичника мы должны понимать, что у женщины полноценной останется область фосоаварика, и, соответственно, мы туда можем имплантировать ткани яичника после разморозки. Если такой возможности нет, имплантировать в плечо, в бедро и так далее, подкожно-жировую клетчатку на сегодняшний день считается неэффективной, потому что сразу снижается и уменьшается кровоснабжение этих кусочков. Ну и вот за последние годы значительно увеличивается число циклов индукции овуляции для криоконсервации, и в исследовании позитив, которое было опубликовано, вы прекрасно знаете, был проведен повторный анализ тех пациентов, которым всё-таки использовали методы вспомогательной репродуктивной технологии. Стимуляция яичника, контролируемая в реальной стимуляции, у женщины гормон рецептор позитивным раком молочной железы не увеличивает риски рецидива, однако вспомогательные репродуктивные технологии ассоциировались с более высокой вероятностью наступления беременности. А всё, что мы делаем, мы делаем только ради реализации репродуктивной функции. Поэтому и в данном исследовании, в повторном анализе было это продемонстрировано. Золотым стандартом всё-таки является сохранение фертильности онкологическим больным криоконсервацией эмбрионов, однако, если у женщины нет партнёра, мы криоконсервируем ациты. Если у женщины есть партнёр, то на сегодняшний день в мире целесообразно криоконсервировать и ациты, и эмбрионы, потому что если что-то пойдёт не так, женщина останется без биологического материала, и в этом случае сделать будет ничего нельзя, потому что мужчина отказывается от того, чтобы женщина использовала её биологический материал, если он её бросает. Поэтому сегодня лучше этот вопрос всё-таки обсуждать на берегу и говорить о том, что нам нужно понимание, что если вдруг какая-то ситуация, чтобы у женщины остался свой биологический, генетический материал. Особенности абориальной стимуляции – высокий уровень эстрадиола, отсрочка якобы начала лечения, но я сказала, что мы сегодня можем начинать с любого дня, ну и вопросы противопоказаний. И я хочу сказать, что на сегодняшний день всё написано. Какие препараты, ингибиторы ароматазы, гонотропин, релизин, гормоны и так далее, и ничего абсолютно с точки зрения увеличивающего риски развития рецидива или снижения эффективности лечения этих пациентов, которым проводится контролируемая абориальная стимуляция, с гормоном рецептором позитивным, негативным, ракомолочной железы, других нозологий, никакой проблемы абсолютно нет. Более того, у этих женщин был проведён анализ, с 80 пациентов, у которых был гормон рецептор позитивный, даже в 26% случаев ХР2 позитивный рак молочной железы, без метастатического поражения лимфатических узлов, и было доказано, что отсутствует ухудшение прогноза ракомолочной железы. А ответ у этих женщин на контролируемую абориальную стимуляцию, то есть какой смысл делать, если мы получим худший ответ, если мы не получим такого же количества цитов, которое нам нужно для криоконсервации. В этой ситуации доказано, что ответ на контролируемую абориальную стимуляцию, абсолютно такой же, как в группе популяции такого же возраста, и задержка начала лечения не влияла на его эффективность. И вот такая пациентка, ей 33 года, новообразование в левой молочной железе, Т1БН0М0, инвазивный неспецифический рак, гормон рецептор позитивный, ХР2 негативный, ИКИ67-22%. И никто ей не сказал в 2021 году о том, что можно использовать методы вспомогательных репродуктивных технологий, и она обратилась уже после проведения радикальной секторальной визекции молочной железы. Никаких проблем в этом нет, и раз она уже обратилась, то мы прекрасно понимаем, что никакой статической терапии выполнено не было, и пациентка была взята на контролируемую абориальную стимуляцию, было получено 11 ацитов, и, соответственно, дальше начато лечение. Ну и сегодня это такая актуальная ситуация, потому что количество пациентов, заболевших в репродуктивном возрасте, растёт, и мы должны понимать, что вот те методы криоконсервации, ацитов, эмбрионов, тканей яичника, не являются никаким экспериментом, а являются стандартом в репродуктологии и в онкологии, после чего рождаются здоровые дети. Дополнительные методы сохранения фертильности, сейчас очень много разговоров на эту тему, это незрелые ациты, которые потом по методике IVM дозревают в чашке Петри, или незрелые ациты, полученные из кортекса яичника, на сегодняшний день мы можем это с женщинами обсуждать, но это точно не может быть предложено как единственный метод сохранения фертильности, и это тоже на АСКО 2018 года было представлено. Проблема эта разрабатывается, и внедряются будущие новые методы сохранения фертильности, вопросы синтезирования искусственного яичника, и потенциально новые гонадозащитные средства, и многие препараты, которые могут быть использованы для повышения выживаемости после имплантации. Однако до сих пор в мире существует проблема, что отсутствуют достаточные опыты системы продвижения, низкий уровень признания в обществе и среди медицинского персонала, зачем вам это надо, отсутствие сотрудничества с педиатрами, отсутствие междисциплинарного подхода, и отсутствие информации, видео и специальных ресурсов. Поэтому ветрификация ацитов, криоконсервация эмбрионов и тканей яичника являются востребованными методами сохранения фертильности у онкологических пациентов, необходимо информировать, а для мужчин криоконсервация эякулята или тканей яичника. Сроки наступления беременности, если у женщины ремиссия заболевания. Здесь нужно рассматривать два момента, наверное. Первый момент – это, конечно, однозначно после гормонотерапии, не раньше, чем через три месяца, женщине можно разрешить реализацию репродуктивной функции. А если пациентка получала лекарственную статическую терапию, то не раньше, чем через год. Почему? Не потому, что у неё риски рецидива могут быть, а потому, что у них частота преждевременных родов у этих женщин значительно выше, чем в популяции. Поэтому гормонотерапия и химиотерапия имеют абсолютно чёткие рекомендации по последующей реализации репродуктивной функции. Ну и последнее, буквально у меня осталось 3 минутки, это возможности реализации репродуктивной функции с использованием органосохраняющего лечения. К сожалению, у нас тоже плохо с органосохраняющим лечением, нам бы лучше отрезать, чем оставить женщину на органосохраняющем лечении, но это жизнь, поэтому у нас есть возможность лечения органосохраняющей рака эндометрия. У нас есть возможность в последующем реализации репродуктивной функции, потому что у этих женщин стандартом, нестандартного подхода к консервативному лечению рака эндометрия является медроксипрогестероноцитат, левоноркестрел, содержащий внутриматочная система. И эффективность такого лечения составляет 75%, частота рецидива 30-40%. Мы должны этих пациентов бесспорно мониторировать, и если у пациентки есть эффект, то направить ее к репродуктологу. Ну вот тоже такая пациентка, 29 лет, она обратилась с жалобами на обильные нерегулярные менструации, был установлен диагноз рак эндометрия 1-й А стадии, первичное бесплодие, и рекомендованы агонисты гонотропин-релизингормона и внутриматочная левоноркестрел, содержащая внутриматочная система Мирена в течение 6 месяцев. Ну, дальше каждые 3 месяца был контроль, и проведен протокол на фоне левоноркестрела, то есть тогда, когда в полости матки стоит Мирена, ничего страшного, можно делать контролируемую в реальную стимуляцию, вообще никаких проблем нет, получается достаточное количество ацитов и никакого вреда с точки зрения воздействия на эндометрии, и контролируемая в реальной стимуляции тоже не оказывает. Было получено 2 эмбриона, осуществлен перенос свежих эмбрионов, беременность не наступила, но зато в последующем цикле, в естественном цикле, наступила после удаления левоноркестрел, содержащей внутриматочной системы, наступила самостоятельная беременность. С пограничными опухолями сегодня нужно быть очень аккуратными, потому что не только, возможно, органосохраняющие, но и ультраорганосохраняющие операции, удаление только кисты, и не нужно делать хирургического стадирования, и не нужно ждать 10, 20, 30 месяцев, нужно сразу эту пациентку пускать в беременность, потому что всё наше органосохраняющее лечение направлено на то, чтобы сохранить вертильность и реализовать репродуктивную функцию. Есть даже рекомендации после расширенной трахелоктомии, как ведутся эти беременности, и если женщина спрашивает, то мы должны абсолютно чётко сказать, что да, такие возможности есть, такие рекомендации есть. Необходимо, конечно, использовать те или иные методы циркляжа, но во всяком случае это на сегодняшний день допустимо. Поэтому необходимо бесспорно взвешивать и при отсутствии риска, и при их отсутствии не препятствовать как реализации репродуктивной функции, так и сохранению биологического материала. Спасибо огромное за внимание. Спасибо, Анна Эдуардовна. Вы прям вообще всё уложили в такую короткую лекцию.